Цена будет? Полторы тысячи. Давай вот эти за полторы у тебя делай. Это советская, по ПЦ-4. Ну, такой вроде не женский, да? Попрошу, думаю, в музей отдать. Девятый мая. Красиво, делал в Солнце. Да-да-да. Защиканец, как делал. Защиканец. Друзья, всем огромный привет. Так, еду на вернисаж. Ну, кое-что у меня заказали. Надо будет докупить, отправить в Израиль. Михаил, тебе привет огромный. Вот. Ну, то, что увидите, друзья, обязательно все покажу. Все можете заказать через меня. Вот. В конце будет номер телефона. Все, не затягиваем, друзья. Говорить особо нечего. Погнали. Друзья, ну, настроение шикарное. Солнечная погодка. Завтра Пасха. Гулять будем. Ну, я, наверное, съезжу там все на Салтыковку. Сотрицаю потом. Гулять. В принципе, целая коллекция, видишь. А, мы не видели, да. Нет, мы еще видели вообще. Сегодня, по-моему, где осталось, когда вот сегодня пришли. В 20-е годы, в 20-е, 30-е годы, даже продавались они из каталога Мюр Мэри Ли. Вот, некоторые из них были каталожные Мюр Мэри Ли. Ну, что... По чем центр? Цена от 20-ти до 30-ти. Проводка вся у них поменена, то есть вся электрика сделана. Чего кормить? Такую лампу уже забрали, что там неинтересно сегодня. Я понимаю, что мы ее забрали, конечно. Вот это-то видео, да, наверное, малого этого? Да, не особо. Сколько? Такой шейсад. Такого же у нас не видел? Не, не, не было. Какой-то интересный. Красивый. Какой-то детализацию у него. Шкура не где-то есть. У нас надо кому-то подавить. Сколько она? Да не знаю, ну, 10 тысяч. 10 тысяч такая вот, окраска. Не лезет, не воняет. Ну, такой вот. А, тут что-то оторвано, да, тут? Я не знаю, хрен это. Чили, чили. Щека мало. Щека? Ну, щека. Надо и другую тоже отрезать. Защеканец какой-то. Да, защеканец. Не скажешь, щеканец. Ну, может, какой-то для письма. Какой, да. Сколько такой? Отлично. Еще и острый, глядь. Можно еще один. Вот она такая баклажка, смотри. 25-летняя баклажка, ну, вот она. Она бы целая. Она целая? А, целая? Я тебе еще и говорю. Фу. Она целая. Сколько? 15 тысяч. Пятнерек? Да. Это мы с тобой разобьем. Да. Да, да, да. Если не проводить, что-то красный, новогодний. Что, он какой-нибудь не первый? Ну, ты такой, Коля? Он где-то валяется. Да? Уже готовый, конечно. Дед, он в меня, чтобы уже приходить. Пропал эти очки. Тот чувак выстил за десятку. Какой? Мой, значит? Не, не мой, но в смысле такой, чтобы 70-ку вывозить. Ааа. 10 тысяч просто. Не надо, что-то это не хочешь? Да, не надо, что-то надо. Я сам все пробую. Такая, сколько, слава? Полтора рубля. Рабочек. Ну, тихо. Ну, такой тоже просто. Тихо. 70-ку вывозить, здесь кетчуп. Совершенно отмолкнулся сегодня, где-то, а я-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это такая сколько? Не знаю, чего-нибудь там, рубля. Ну, рубль, наверное, будет. По 700-ку, например, кран. Такое что-нибудь. Надо мимо поскочить. Да, поди. А вот когти я продаю тоже. Куда я, блин? Когти, медведи. Жене колдунья, блин? Не знаю. Когти, медведи. Давай вот эти за полторы у тебя две возьмем. Тричные. Полторы? Бери. А такие почему? Ну, два, двушку хотя бы. Да, я думаю, это не БУ вроде. Такие же? Нет. На ножках? А такой сколько, брат? Сколько? Сколько он? Не знаю, ну, на штуку отдал. Нет, какой-то подожрительный гриф. Где? Да вот. Ну, это такой гриф. Подожрительный гриф. Подожрители разберутся. Они разберутся. Заснай. А, они все рассветы. Там, короче, старый Эйвен. Там в описании написано, когда заканчивается. Вот это все стирается и ставится как статуэтка. То есть два в одну. Класс. Прикольное. Почем надо? Двушкой. Двушечка. Я уступлюсь. Я иду. Теперь работай. А может, из подписчиков кто купит. А сколько у вас есть дорого? Восемь. Сто. Что-то капонинка есть, да? Капонинка есть. Внутри, посмотри. У тебя тыльника случайно нет на шашку 27-го года? Нет. Прошу полторы, но 1200 одна. Можно еще понять. А этот? Этот две. Бубинчик. 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 Бабар. Кап50. Весь из кухон за 1,5 рубля отдался, просто уже западала А такая сколько? Туда ее надо положить Это все от нее По-моему, женский бурец Можно, да? Они на ходу, да? Да, конечно Можете открыть? Так, это одна Правильно там написано? А, с двух сторон Да, с двух сторон Так, где здесь открывается? Сюда нажимать, да? Ну, я так буду, да Класс Цена будет? Полторы тысячи долларов Доллары, да? Да Орел вот этот сверху Там у него в болтике остается Тут тоже должен быть орел Для Яндекса что? Ну, для Яндекса люблю Ютуб Смотришь? Да, конечно Тут много Парнишка один татарин Татарин тоже снимать На Яндексе Не на Яндексе А там по-другому Татарин? Ну да Вот парнишка Ну, татарин Парнишка с торскою Яндекс цен или где там? Ну, я на дзен, да И Ютуб Сколько такой будет? Сколько стоит? 20 20 20 По-моему, нет Целят Шикарно Да, покажу Утром мне вот 8 с половиной готовы были дать Ну, не готов я А там внизу? Шикарные Шикарные Без сколов трещины Редко такие найдете сейчас Без сколов по 5 тысяч каждая Ну, топ За 10 отдам, если вместе Всё, понял Ну да, хорошая цена Космос почем? По тысячу Не открытые Это две с половиной Там подарочный набор такой Открытки, да? Нет, нет, нет Редкая штука Блокнотики Адресная книжка и блокнот Пара Вообще многое Да, состояние идеальное Сколько вам? Две с половиной Две с половиной Это фотография альбома? Да Чё, даже не верится, что в таком состоянии Сохраняются Но тех времен, да? Появилась Какая-то новиночка Легендарная девятка Маузер В сказком состоянии С функцией извода щелчка Такой приятный макетик Как всегда Варварски деактивированный Но зато Со всеми клеймами Вафанфабрик Маузер Военная фабрика Приличный вид Это по 9-мм патрону Не по 7,63, а по 9 мм Классика Белого солнца пустыни Да-да-да Поминается фильм Ну и красные комиссары С механикой Нормально его чуть-чуть подсмазать надо Будет шикарно работать Все в масле Номерочки совпадают И самое главное Цена Цена 300 тысяч рублей В принципе не дорого Да не нормальная цена Второй такой экземплярчик Будет интересен для любителей ножиков Старенький ножичек Очень плотно сидит в ножнах Я думаю это года двадцатые Судя по клейму Фокусирует Опять фокусирует Это приятный сбалансированный ножичек Легенький С хорошей плотной стали Старенький Для реконструкторов Или же Это просто Это любители коллекционеров Старых Клинков Цена 15 тысяч рублей Вот такой Мгач У нас Тут тоже есть в наличии Пока что В это времен Великой Отечественной Кстати Это военный выпуск 38 года Тут клейма видно Конечно Не складской Но для капонины Достаточно бодрой Пытались его собрать Но что-то времени нет И решили В таком виде Его выставить На продажу Отсутствует затвор Ну Соответственно Ствол рамы Деактивирован Соответственно Законодательством Российской Федерации Ну и цена Соответствующая 70 тысяч Это недорого Это недорого Вот Это все работает Да Это Ставится Складывается Это так нашлифовали его Или как будто серебрянка Нет От пескоструя А Пескоструя Это же Наждачку Вычищать Там До второго Пришествия Можно В принципе Недорого Реально Даже С торгом Еще Друзья Если скажете Что мой подписчик Еще дешевле Попался мне На раскопках Такой ножичек С рукояткой Из гильзы Это В принципе Самоделки Попадаются часто Это Полный Гавнолин В плане Сохрана Да Мне как для историка Это интересно Я подбираю Такие штучки Когда они мне попадаются Это Многие Как говорят Барыги Перекупщики У меня Большинство вещей В магазине Лично найдено Купное творчество Да Купное творчество Опять же Там Рядышком Было Такое Кольцо Причем Обратите Внимание Оно посажено На ласточкин хвост А это Что такое Не знаю Дерево старое Какой-то Мореный дуб Ну Кольцо Стильное Шикарное Даже Стильное По Технологически Достаточно Сложно Сделанное Ну Вот Такие Вот Копаные Гвардия Сколько Гвардия Ну Это По 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 Военного Образца Думаю По Тысячу Рублей Сейчас Посмотрим Я их Думал В музей Отдать 9 мая То есть Это 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 Уже После Военные По 1000 Да Где-то Так Скорее всего Это Хлам Такой Для школьных музеев Который Мы Часто Отдаем Часы Это Часы С катера Затону Ножички Бритвы По Постараемся Делать Какие-то Подборочки Что Это Подрастающее Поколение Тоже Интересовался Историей Все На Безвозмездной Основе Военный Б7 84 Есть Новое Сранение Только У меня Ни у кого В России Слезив Цена Цена Вот Этот 8500 Чехольчик Полный Конфлект Чехольчик С паспортом Полный Так Это Ты Сама Собирала Так Увлекалась У меня Большая коллекция Я занимаюсь Только Такое Вроде Не женское Заня Это Советская ВПЦ4 77 Год Колючка Так называемая Просто Чтобы в руке Есть Вот смотри Тоже С пасту С коробкой Дом Дом Так Держу Раздельная фокусировка Наши военные Военные Делают Раздельную фокусировку Раздельная фокусировка Военные Раздельная фокусировка Сеточка в правом окуляре Это Гражданская версия Полная копия военного Только здесь нет сетки Так Цена Вот этот Восемь Без коробки С коробкой Модель редкая Это Примерно 48 Идут Полностью Хранение Новое Не пользование Практически На чехле Полный комплект Есть 9-10 Конкретно это 10 Есть по 9 Есть по 8 Вода тоже разная Есть 34 38 Разные Сейчас я там у тебя Смотри Есть Смотри Вот такой А штыки что не приносишь У меня в фото Такой народ ходит периодически Что это Ну согласен Да 12 на 40 Загорский Советский Союз 81 год Ну я оттуда Сергей посадил Сколько стоит Он стоит Ну 10 будет стоить Угу То есть вот Разные заводы 12 на 40 Это за складом В идеальном состоянии Сейчас таких уже не найдете 12 на 40 Загорский Солован Этот 7500 стоит Этот стоит Этот стоит 10 С чехлами полностью Советский Союз Просто вот видишь Разница заводов Просветление Красиво Вот этот как бы более качественно Считать У него просветление хорошее У него Лучше тут начали уже экономить Немножко на Материале Сейчас уже такие не делали Ну тут и цена То есть они реально сэкономят Этот 7500 Даже меня чуть просветило Я так что Тоже Загорский У нас кто-то Есть такой еще десятикратный Ну по-моему работает до сих пор Завод там Работает Он на оборону чисто 5 тысяч рублей Ну там половина уже знаешь этих Отдали под Под торговый секрет Качество с того времени Да 5 тысяч рублей стоит Это 79 год Вот с чехлом Он идет Есть еще 10 на 50 Есть с коробкой Паспортом С коробкой Единственное 10 на 50 Тут видишь Тут видишь Зеленое просветление Это только у морских Сколько полезной информации Так Друзья Ну все Я уже Я чисто ездил по заказу Извините Что мало поснимал Друзья В следующий раз побольше Поснимаю Вот в Израиль Купил вот такую Бутылочницу Под шампанское Такой балалайшник Красивый Вот Потом Где вот таких Сберегательных книжки Брось кубышку Заведи Сберкнижку Это тоже все в Израиль Так Вот Купил часы Аушки Две аушки За полторашку Думаю это нормально И кто-то просил Еще вот лафетники Будут такие По полторы тысячи Кому нужно Отправлю Все друзья Спасибо что смотрите Ставим лайк Подписочку Кто не подписан Все До скорых встреч